Шапочка Буратино с узором из коз. Шапочку такую можно вязать полосками, а можно и другим узором. Это мне понравилось тем, что очень легко выполнять у бабки. Шапочка связана для ребёнка, но манекен у меня маленький, поэтому получилось вам продемонстрировать. Она связана на 3 года, но я думаю на 3-5 лет. Будет в пору. Для шапочки я набрала 100 петель, вязала резинкой 1х1, 1 лицевая, 1 изнаночная, 5 см. Затем прибавила 26 петель и начала вязать узор. Продолжение узора я сейчас вам покажу. Изнаночная петля, дальше 2 перекрещенные, то есть вяжем сначала 3-ю петлю, 4-ю, затем снимаем со спицы первые 2, переносим на левую спицу, нить за работой и провязываем эти 2 петельки лицевыми. Вот получилась такая косичка. Снова изнаночная петля и дальше лицевая скрещенная. Я её провязываю за заднюю стенку. Изнаночная петля и дальше повторяется. Вот как с изнанки выглядит. Провязываем третью петельку косы, четвертую, переносим на левую спицу, нить за работой и провязываем эти 2 петельки. Снова изнаночная, лицевая скрещенная и изнаночная. Я вяжу по кругу, поэтому все ряды у меня будут смотреть как бы на лицо без поворота. С крепкой у меня отмечено начало ряда и вот сейчас вяжу второй ряд рисунка. Как бы изнаночный. Изнаночная петля, лицевая, после косы их немножко приходится разворачивать. В общем, 4 лицевые петельки косы. Изнаночная петля, лицевая скрещенная, снова за заднюю стенку и так далее. Продолжаю вязание до конца ряда. Таким образом провяжу всего 3 ряда. Вместе с этим и еще 2 ряда. Все ряды будут одинаковые. Если вы вяжете на прямых спицах, то вот этот ряд вяжем так, как смотрят петли. Лицевая провязываем изнаночными, изнаночная провязываем лицевыми. Провязав 10 сантиметров от резинки, я начинаю выполнять первые убавки. Итак, начало ряда. Изнаночная петелька. Затем вяжу петельки косы, как обычно. Перекрещиваю. Третью и четвертую провязываю лицевыми. Первая, вторая снимаю и перебрасываю на левую спицу и провязываю их лицевыми. Дальше изнаночная петля и лицевую петельку я провяжу вместе с изнаночной. Это будут у меня первые ряд убавок так вязаться. Ну и дальше вяжу точно так же. Петельки косы. Первую провязываю изнаночную и затем две вместе изнаночной. И дальше продолжаю вязать по рисунку. Продолжаю вязать узор косами и между косами по две изнаночные провязала четыре таких вот переплетения косички. И после этого начинаю вязать следующую убавку. Я ее буду выполнять так. Вначале ряда изнаночная. Дальше переплетение вяжу как обычно. Две петельки провязываю лицевыми. То есть третью и четвертую в косичке снимаю петельки и перебрасываю на левую спицу. Провязываю эти петельки лицевыми. И сейчас изнаночные петли провязываю вместе изнаночной. Ну и буду продолжать точно так же до конца ряда. Следующие три ряда по рисунку и снова в четвертом ряду переплетение вот этих вот косичек. И так я провяжу два переплетения косичек. Вот я провязала два раппорта вверх. И сейчас буду делать убавления в самих косичках. Вяжу третью петельку косички. Так. Вот две петельки косички. Снимаю петельки. Надеваю на левую спицу. и провяжу две петельки вместе лицевой. Вот. Две петли вместе лицевой. И вяжу дальше. Изнаночная. Такое убавление я буду выполнять через одну косичку. Ну, да, через одну косичку. То есть провязываю две петельки третью и четвертую. И по очереди провязываю первую и вторую петельку. То есть в этой косичке я убавки не делала. Дальше изнаночная. И в этой косичке снова сделаю убавки. Провязываю третью и четвертую петельки. надеваю снятые петельки на левую спицу и провязываю две петельки вместе лицевой. Изнаночная петля и снова косичкой без убавок. Третью и четвертую провязываю лицевой. Снимаю первые две петельки надеваю на левую спицу и провязываю по очереди две петельки лицевыми. И так до конца ряда и вяжем по рисунку. Дальше следующий ряд петельки просто по рисунку. У нас сейчас вот три петельки всего осталось. Я отмечу начало этих убавок, чтобы отсчитать снова раппорты вверх. Буду снова через два переплетения делать убавки. И вяжу по рисунку. лицевые над лицевыми, изнаночными над изнаночными. вот у меня уже видно сужение. Снова от булавки я провязала два раппорта. Я всегда начала убавок отмечаю булавкой. И вяжу дальше. Провязала вторую, третью петлю косички. Дальше сняла первую на лицевую принесла на левую спицу провязала. Дальше изнаночная. Снова третью и четвертую в косичке провязываю. Снимаю две петельки и переношу на левую спицу и провязываю их за один прием. То есть вместе лицевой. Как вязала в прошлых убавках. И сейчас у нас во всех косичках будет по три петельки. Вот как я их провязываю. Сначала вторую, третью. Первую снимаю и переношу на левую спицу. Вяжу лицевой и так дальше. И сейчас выполню убавку опять на следующей косичке. То есть провязываю третью и четвертую петельку. Первые две снимаю и провязываю за один прием. И так до конца ряда. Следующий ряд убавлений. Я тоже через через две как бы через два раппорта, через два переплетения косичек. Провязала в косе третью петельку. Первую и вторую перенесла на левую спицу и провязываю за один прием. То есть вместе лицевой. Дальше изнаночная. Снова провязываю третью петлю. Первые две переношу на левую спицу и провязываю вместе лицевой. И так до конца ряда. Следующие ряды вяжу по рисунку. И вот дошла через три ряда до переплетения. Просто две лицевые переплетаю между собой. Провязываю вторую, затем первую и снимаю за один прием со спицы. Изнаночная. Снова переплетение и так до конца ряда. после последнего переплетения я провязала еще пару рядов и выполняю следующую убавку. Вяжу лицевую петлю косы, а следующую петельку лицевую вяжу вместе с изнаночной. Одна лицевая и одна изнаночная получается. Вяжу так несколько рядов и начинаю вязать петли попарно лицевыми. Лицевую и изнаночную провязываю вместе лицевую. И так все петельки. лицевую и изнаночную вместе лицевой. Вот такая получается шапка вытянутая от верхушки до резинки у меня так сколько 28 где-то сантиметров достаточная глина и отрезаю ниточку сейчас протяну через петельки при помощи крючка и стяну верхушку. крючок ввела в петельки захватываю и ниточку протяну отрезок нитки через петельки и так же вторую сторону спицу располагаю так чтобы крючок потом мог подхватить ниточки и снова нанизываю петельки на крючок подхватываю в хвостик ниточки затаскиваю через петельки и все остается закрепить как следует нитечку чтобы не распустилась и пришить компонт несколькими стежками я захватываю крепко закрепляю и выведу ее наизнанку там еще тоже можно дополнительно закрепить шапочка готова